Итак, друзья, приветствую всех на канале Airzone Game. Сегодня мы с вами посетим с обзорной экскурсией проект Amethyst. Как вы можете заметить, данный проект Amethyst Roleplay открылся в бета-тестировании 23.07.2023 года. То есть, больше чем 2 месяца назад. Я заходил на этот проект. Давайте и сейчас зайдем на него вместе. Ну, а пока идет подключение, скажу, что да, на этом проекте я был в день, когда он открылся. На этот проект меня пригласил сам разработчик, чтобы я зашел и посмотрел. Я зашел на этот проект, и мне хватило 10 или 15 минут, чтобы понять, что проект очень сырой. На что мне ответили, чтобы проект развивался, нужны игроки. А вот я с этим в корне не согласен. И сейчас попытаюсь вам это показать. Итак, мы зашли на проект Amethyst. Ну и далее пойдем, наверное, по порядку, как это положено и как я всегда делаю. Первым делом найдем, чем бы нам позаниматься и куда пойти работать. А для этого проследуем на биржу труда. Да-да, здесь тоже есть биржа труда. Это 5М и это сборка из стандартных скриптов, которые, в общем-то, встречаются достаточно часто. И многие из них достаточно старые. Также примечательно, что если вы выбрали точку появления случайную, как я, например, я просто нажал из списка названий каких-то и появился в аэропорту, то добраться куда-либо вам будет крайне сложно, потому что никакой аренды, как вы можете заметить, нет. Но есть другой способ добраться до нужной вам точки. Ну, а именно это либо воровство, либо отжатие чужого транспорта, так как трафик, который здесь в игре, он не заблокирован. Но это еще раз повторит, наверное, или подтвердит мои слова о том, что проект очень сырой. Сырым он был 2 месяца назад, сырым он остался и сейчас. Ну, а мы же с вами тем временем подъезжаем к назначенной точке. Но перед тем, как пойти на биржу труда, я решил заскочить в банк. Как я и говорил, на этом проекте я уже был. И это можно увидеть по сумме. У меня есть 4150 долларов наличкой и какая-то сумма лежит у меня в банке. Я хочу немножко выровнять, чтобы в банке у меня лежало хотя бы 500 долларов. Для чего это нужно, объясню чуть-чуть позже. Далее же хотелось бы сказать, что здесь стоит некая система взаимодействия через Alt. Нажимаем Alt, потом правую кнопку мыши и выбираем взаимодействие. Вот таким вот образом выглядит банк. Мне нужно положить... Так, у нас будет 262 доллара, да, это мало, 300. Ну, пускай будет 400 долларов на банке и 3800 у меня с собой. Ну и теперь отправляемся на точку назначения. А именно, биржа труда. Та-да, та самая биржа труда, которая, в общем-то, присутствует, наверное, на 80% серверов, расположенных на платформе 5M. И Аметист, который расположен тоже на 5M, не исключение. Оформлена же данная точка, данная биржа вот таким вот образом. Опять же таки, взаимодействие через Alt, правая кнопка мыши и нажимаем. Далее, здесь я уже увидел два косяка, которые, в общем-то, присутствуют на этом проекте. Первое. Нету перевода. Видите, ничего не переведено. Следующее. Здесь предлагается нам купить лицензию или ID-карту. И то, и другое стоит 50 долларов. Это одна из причин, по которой я забежал в банк и положил денежки. У меня есть лицензия. И логически рассуждая, если я сейчас нажму Buy, да, купить, то, в общем-то, скрипт должен мне это дело запретить, потому что у меня уже есть лицензия. Но давайте посмотрим. Я нажимаю купить. И мне подтверждается. Я купил. Выходим. Нажимаем на меню. И пожалуйста. Это я купил первый раз, когда пришел на этот проект. Это я купил второй раз, когда пришел на проект. А это я купил только что. И я могу покупать их, пока у меня не закончится инвентарь. То есть даже это здесь не поправлено. Видите, лежит дрова. Я пытался заниматься дровами. Может быть и в этом видео мы тоже съездим на лесорубку, от которой у меня и подгорело все, что могло подгореть. Ну ладно, оставим это в покое. Идем далее. Далее мы выбираем трудоустройство. Вот трудоустройство, кстати говоря, переведено. В отличие от всего остального. Ну и давайте выберем работу мусоровоз. Принимаем. Ну и как положено, на всех серверах такого типа, естественно, точки до места работы вам никто прокладывать не будет. Как хотите, так ищите. Слава богу, что здесь хотя бы иконки подобрали здравомыслящие. Работа мусорщика или мусоровоза, как она здесь называется. Кстати, здесь она не переведена. Видите? Гарбич депа. Выглядит она вот таким вот образом. Туда-то, в общем-то, мы и направляемся. Как я и сказал, прокладывать вы будете сами себе все, что вы будете искать. Сама же работа располагается в стандартном месте. Очень часто можно увидеть, как разработчики или администраторы ставят это рабочее занятие именно сюда. Ну и в этом нет ничего плохого. Данная точка достаточно атмосферная, но она и в этом же городе, в Лос-Антосе. И является какой-то мусорной базой. Здесь даже есть вот, видите, стандартный прием стеклотары, пластика, банок и тому подобное. Ну что ж, не будем тратить время и подходим для взаимодействия с этим вот персонажем. Дальше нас встречает очень скудное и стандартное меню, которое тоже не переведено. Ну, нету времени у разработчиков. Как я и сказал, ждут отклика от игроков. Видимо, так это непонятно, что человек, не знающий английского, будет очень затруднен. Ну ладно, здесь у нас есть всего две вставочки. Получить зарплату и отдать автомобиль или выйти на смену. Естественно, выбираем нижнюю и вот для чего мне нужно было эти самые 250 долларов на счету. Как вы можете заметить, их списали. Теперь у меня 3 800 налички и 212 у меня в банке. То есть списывается со счета в банке. Появляется автомобиль, который, в общем-то, тоже очень и очень стандартный. Ну, ждать, что сюда добавят какую-то уникальную модель, наверное, и не стоит. Но только вот дальше нас ожидает вот такая вот штука. В машину мне не попасть. Хотя деньги с меня списали. Данный скрипт не настроен, не переведен и не работает. Уже 2 месяца. Как я сказал, разработчик ждет отклика от игроков. Которые, видимо, должны зайти и ткнуть его носом в то, что у него не работают рабочие занятия. Я попробовал всякие варианты. Здесь есть некое радиальное меню. В правом углу, в правом центре экрана, справа, можно увидеть круговое меню. Так называемое радиальное меню. Которое должно вызываться кнопкой F3. Но кнопкой F3 оно не вызывается. А вызывается оно вот таким вот образом на кнопку F1. Видите, снизу выскочило. У тебя нет телефона. Читаем сразу справа. F1 это телефон. Но если вы нажимаете на F3, ничего не происходит. А вот если вы нажимаете на F1, выскакивает это самое радиальное меню. Нажимаем на F1, у меня выскакивает. У тебя нет телефона, но меню-то работает. И работает оно не на F3, как здесь заявлено, а на F1. Но здесь, к сожалению, тоже невозможно ничего сделать. Да, можно открыть водительскую дверь. Но только это нас никаким образом не спасет. Дубликат ключей не работает. Открывание дверей не работает. Забрать ключ не работает. Ну и даже несмотря на то, что дверь открылась, залезть в эту машину я все равно не могу. Он в нее не садится. Таким образом, без всяких игроков, без отзыва от этих игроков, без горящих пуканов, можно выявить, что это рабочее занятие не работает. И не работает оно уже два месяца. По заявлению разработчика еще раз скажу, что он ждет отзыва от игроков. А свою задницу занести на проект и посмотреть, что у него работает или нет, видимо, не судьба. Ну что ж, поработали и хватит, как говорится. Пытаемся уволиться. Все то же самое, только теперь мне надо нажать единственную строчку, которая все равно не переведена, и забрать свои деньги и вернуть грузовик. Как вы видите, ничего я не заработал, но денежки почему-то не вернулись. Ладно, пойдемте отсюда. А пойдем мы с вами на следующее рабочее занятие, которое называется «Продавец хот-догов». Такое занятие я уже видел. И даже на одном из проектов, достаточно старом, которого уже нету в живых, мы с другом бегали с этой тележкой, которую вы сейчас увидите. И пытались понять, а что же нам с ней делать. Потому что разъяснения никакого не было ни на том проекте, ни на этом. Потому что скрипты все одни и те же. Это бесплатные скрипты с магазина, который посвящен, в общем-то, ГТАшке. ГТАшке и платформе 5M. Ну, а как найти? Да найти надо будет вам самостоятельно. Только способом визуальной составляющей. Когда вы устроились на эту работу, вот в этом месте загорелась буква H. Если вы этого не заметили, ну, тогда это ваша проблема. Никакого, как я и говорил, прокладывания маршрута здесь нет и, наверное, никогда не будет. Ну, а далее нам надо будет подойти вот к этой вот двери. И также через клавишу Alt нажимаем взаимодействие. И, пожалуйста, мы работаем. В правом верхнем углу появилась табличка. И появилась вот такая вот тележка. К великому сожалению, ничего не переведено. Взаимодействие происходит точно так же через Alt. Но что здесь делать? Я как не разобрался на предыдущих проектах, так я не могу понять и здесь. Ну, я знаю, что вот так вот ее можно толкать. Выталкиваем нашу тележку куда-то, куда. Понятия не имею. Обычно я далеко не отхожу. Выглядит это все, конечно же, ужасно. Ну, вы это все сами видите. И нет, конечно же, я не буду докапываться до анимаций, потому что писать какие-то свои собственные анимации, дело очень сложное. Ну, и много-много проектов используют именно вот такую вот механику передвижения другого какого-то объекта. К этому мы докапываться не будем. Но здесь не мешало бы поставить блокировку на многие другие механики. Так, например, я могу поднять руки вместе с этой тележкой. Ну, или развернуться и лечь вместе с этой тележкой вот таким вот образом. И на все это можно было бы поставить блокировку. Но этого здесь не сделано. Также, по всей видимости, вот этот вот персонаж, который стоит рядом, тетенька, видимо, каким-то образом задействована вместе с этим вот скриптом. Потому что, когда я сюда выкатывал тележку, она подходила на это же место. Не знаю, может быть, если бы я тащу тележку в другое место, придет какое-то другое непись. Но мы будем работать здесь. Как работать, как я и сказал, я не разобрался. И если бы были более-менее грамотные разработчики, они бы сделали некий туториал к тому, как же пользоваться этим рабочим занятием. Вам останется только постигать это все через, так сказать, своими ошибками и своими пробами. Как это делать, я не знаю. Но давайте попробуем. Я еще раз попробую что-то сделать в этом рабочем занятии. Единственное, что я могу понять, это что-то надо сделать с хот-догами. Нажимаем на эту клавишу, появляется у нас вот такая вот несложная игрушка. Наша задача поймать эти стрелочки, когда они загораются. Когда вы промахиваетесь, стрелочка будет красненькая. Если вы попали, стрелочка будет зелененькая. И если вы сейчас посмотрите на табличку в правом верхнем углу, то у меня появился один хот-дог. Но там их три. И как делать их, я не знаю. Спустя какое-то время, я хоть убейте, не знаю, что я делал. Я просто жмыхал стрелочки. У меня получилось 4 из 15, 7 из 15 и 5 из 15. Чего именно, тоже я вам не подскажу. Что делать дальше? Тоже абсолютно не понимаю. Но, есть то же самое радиальное меню, которое вызывается не F3, как здесь написано, а F1. И здесь в этот момент появляется надпись «Работа». Переключить продажу. Что это обозначает, я не знаю. Я нажимал на нее, но ничего не происходит. Ничего не происходит. Что делать с этим предметом, с этой тележкой? И как это продавать, не знаю. Действительно, не знаю. Вот такое вот рабочее занятие, которое здесь есть и у которого нет абсолютно никакого туториала. Так что, так и не выяснив, что это за рабочее занятие, что с ним мне надо делать, я решил отправиться на следующее рабочее занятие, которое есть на этом проекте. Давайте туда и проследуем. Ну, а как вы можете заметить, осталось всего два рабочих занятия. Это эвакуатор, то есть эвакуаторщик, ну или водитель автобуса. Автобусник. Здесь так написано. Давайте выберем эвакуатор. Примем это рабочее занятие. Но, несмотря на то, что написано, да, вот даже слово буксировка переведено, все, я устроился туда. И сейчас, скорее всего, загорится метка на карте. Но, заметьте, в правом углу, где я сейчас показываю курсором, метка того рабочего занятия не исчезла. То есть, даже это не смогли сделать. Когда ты увольняешься с одного рабочего занятия, кстати, кнопки уволиться здесь нету. Скорее всего, мне надо было подойти там, к той же двери и нажать там какую-то комбинацию уволиться или еще что-нибудь. Тогда она, может быть, исчезнет. А так, несмотря на то, что я принял, еще раз даже приму, вот, пожалуйста, работу эвакуаторщика, она не исчезает. Это тоже не поправлено. И этот косяк с самого начала, когда я сюда еще заходил первый раз больше двух месяцев назад. Ну, и напомню, что данный проект открылся больше двух месяцев назад в стадии открытого бета-тестирования. Для того, чтобы игроки заходили и тыкали разработчика носом в то, что здесь надо исправить. Ну, а чтобы убедиться, что рабочее занятие пропало, оно находилось вот в этом вот месте. Вот он, это закоулочек, где мы тут ползали с этой тележкой. Метка пропала. Также пропала метка и мусорщика, но появилась метка дальнобойщика. Но это не метка дальнобойщика, это метка эвакуаторщика. Видимо, иконки эвакуатора не нашлось, поэтому поставили вот такую вот меточку грузовика. Отправляемся туда. Ну, и в общем-то мы добрались до интересующей нас точки, а именно работа эвакуаторщика. Что же здесь надо делать? Я сразу же вспоминаю, как на одном из серверов мы зашли троем и не могли понять, что нам надо делать. Бегали, крутили, вертели, взрывали. У меня даже есть видео, посвященное именно этому проекту. Но так и не разобрались. В дальнейшем, конечно же, нам разъяснили. Но опять-таки, видите, то же самое, не переведенное, скудное меню, не имеющее никакого туториала. То есть разъяснений о том, что вам надо делать здесь, здесь нету. И скорее всего, да я уверен на 100% и не будет. Ну, нажимаем на верхнюю строчку и у нас появляется грузовик. И вот дальше, дальше все очень сложно. Если вы пойдете, например, по тому же самому пути, что и я, а я показывал, что радиальное меню мне ни разу не помогло, то вот в этом случае радиальное меню, которое вызывается не на F3, а на F1, вам как раз-таки в помощь. Точно так же, когда вы садитесь в эту машину, как и в предыдущих, в общем-то, рабочих занятиях, кроме мусорщика, там это не работает. На торговле хот-догами это тоже, как я показал, ни хрена не работает. Здесь эта штука работает. Нажимаем. И здесь включаем переключить NPC. Все, у нас появляется метка на карте. Видите, голубым цветом отмечен маршрут, куда нам надо ехать. Но если вы никогда не сталкивались с подобным рабочим занятием, без туториала, без разъяснения, понять это будет достаточно сложно. Но в отличие от всех остальных рабочих занятий, это рабочее занятие хоть каким-то образом, но запустить можно. Хотя еще раз повторюсь, что мы пытались даже троем и не разобрались, как это работает. Нам разъяснил один из разработчиков, который разобрал этот скрипт и сказал, как это все действует. Вот так вот, просто подойдя и начать работать, ну, может, в общем, и не получится. Ну, а мы же с вами тем временем подъезжаем к тому месту, куда нас прислал этот навигатор. Ну, и вот таким вот образом выглядит здесь эвакуация. Недавно, совсем недавно, на одном из проектов я показывал, как теперь делают работу эвакуаторщика. Есть на моей памяти всего три способа эвакуации. Это, как делали раньше, просто брали ГТА-шную механику и цепляли машинку крюком. Следующее, я ее тоже неоднократно показывал, и вот это рабочее занятие, и похожее на него я показывал, это путем телепортации. Ну, и последнее, которое я показывал недавно, это через анимации. Очень красивые, здоровские анимации. И тоже, кстати, та же самая проблема, нет никакого туториала, нет никакого разъяснения. Здесь же это выполнено, естественно, путем телепортации. Ну, и как же это работает? Работает это вот так. Через радиальное меню нажимаем эвакуировать, и все, вуаля, машина уже висит над нашей машиной. Заметьте, кстати, какие координаты заданы для того автомобиля, который мы эвакуируем. Я эвакуировал три или четыре машины, уже не вспомню, и все они, все висят вот так вот в воздухе. Это вот такая старая доисторическая система, и этот скрипт я уже неоднократно показывал. Этот скрипт бесплатный, и, в общем-то, вы сами можете зайти на сайт, посвященный GTA, где есть всевозможные маппинги, скрипты, модификации, все что угодно. И там найти этот скрипт на работу эвакуаторщика. Ну, и отвозим нашу эвакуированную машинку на то место, откуда мы отправились. Ну, и пока мы не подъехали, я расскажу еще об одном косяке данного рабочего занятия, данного скрипта. Я показывал его уже, наверное, четвертый раз, и везде, везде, где бы я это ни показывал, точка была выбрана именно вот эта. И, несмотря на то, что показываю я, как работает этот скрипт первый раз, как я говорил, я не разобрался ни разу, пока я пытался его показать и посмотреть самому. Не разобрался ни разу, и разобрался я только за кадром, когда нам объяснили, как это работает. Ну, и вот сейчас, когда я уже коснулся этого самостоятельно. Так вот, еще одна ошибка, которая есть в этом скрипте, и которую, естественно, никто не будет исправлять. Кстати, все те три скрипта вот этой рабочего занятия на разных проектах, которые я показывал, они все располагались в этой точке. Это стандартный скрипт, его просто заливаешь, и он занимает свои места, которые были прописаны. Менять, я так понимаю, это либо невозможно, либо никто не умеет. Так вот, одна из ошибок этого скрипта, и я да уверен, что если кто-то будет этим заниматься, то допустит ее. Естественно, что подъезжая, вы увидите вот такой вот маленький мизерный маркирочек. Подъезжая на этот маркирочек, вы, естественно, встанете вот так вот, потому что дальше грузовик у вас не поедет. И я, и, в общем-то, друзья мои, которые занимались, помогали мне, и мы пытались с ним разобраться, делали одну и ту же ошибку. Естественно, вы нажимаете радиальное меню, нажимаете эвакуировать, и посмотрите, пошла шкала, да? Вот она пошла, и далее машина улетает, хер ее пойми куда. Эта машина вам не засчитается. А подъезжать с автомобилем, оказывается, надо задом, несмотря на то, что вы немножко будете недоставать того самого маркирочка, про который я только что говорил, который сейчас появится за воротами. Вот таким вот образом подъезжаем, встаем примерно вот так вот, ну а дальше то же самое, что я и говорил. Нажимаем F1 вместо F3, работа, эвакуировать, и пошла заставка. И вот эту машину должны засчитать. Да, видите, вот эту машинку нам засчитали. И даже сразу же проложился новый маршрут, на который мы, конечно же, уже не поедем. Ну, а чтобы получить зарплату, надо подойти вот в это вот помещение. Здесь стоит тот самый маркер грузовика, вы его сейчас видите. Подойти вот к этому компьютеру, через Alt взаимодействовать и получить свои 133 доллара, честно, заработанные. Ну и, наверное, на этом все. Идем дальше. Ну, а дальше, дальше мы посмотрим еще одно рабочее занятие, но перед этим обратите внимание на маппинг за моей спиной. Изначально в этом месте, в стандартной карте, была стройка. Стройку заменили вот на такое вот здание, на такую вот конструкцию. И она выглядит достаточно интересно. Данная конструкция не является просто картонной коробкой, она имеет свой интерьер. И, как мы можем заметить, здесь ее даже вписали очень интересным образом. Это некая мастерская, вписанная сюда, ну, я бы сказал, очень-таки даже замечательно, потому что даже название соответствует месту, где она расположена. А расположена она в Палета Бэй, в том самом месте, где должна быть стройка изначально. По маппингу мне это здание понравилось. Ну, а вот рабочее занятие, на которое мы сейчас подходим, меня не особо порадовало. Не порадовало меня тем, что это работа дальнобойщиков, которую я показывал не на одном проекте. Здесь вообще что-то свежее увидеть очень тяжело, поэтому меня так порадовал данный элемент маппинга. Ну, а рабочее занятие, как я и сказал, это рабочее занятие дальнобойщиков. И расположено оно, кстати, в том же самом месте, только немножко изменена точка. Ну, а как она изменена, вы сейчас видите. Ну, и в целом, подходим, нажимаем кнопку взаимодействия, и вуаля, вот вам стиль некого оазиса, на котором я неоднократно показывал это рабочее занятие. У меня даже есть видео, посвященное именно этому рабочему занятию, именно этому скрипту. Ну, и, в общем-то, объяснять и рассказывать, да, что он у себя представляет, не вижу никакого смысла. Кому интересно, кто не знаком с этим, можете набрать у меня работа дальнобойщиков или оазис. Там очень много я посвятил времени именно этому скрипту. Скрипт интересный, но, к сожалению, к великому сожалению, уже заезженный. И если когда-то он был на одном проекте, он назывался оазис, или до этого он назывался вендетта, то теперь этот скрипт можно встретить практически везде. Его загоняли, он заезженный. Ну, а большего, я думаю, кто захочет, тот сам зайдет, посмотрит, или посмотрит у меня на канале. Очень много видео у меня именно по этому скрипту. Скрипт интересный, но, как я и сказал, он затасканный. Давайте смотреть дальше, что еще есть интересного на этом проекте. Ну, и следующее рабочее занятие, которое расположено здесь же, в Палета Бэй, это сбор апельсинов. Никакого трудоустройства здесь нету. Под какими-то деревьями стоят вот некие корзины, к которым мы подходим. И, как вы видите, загорается буква Е. Отматываем немножко назад по этому видео, и видим, что основная система здесь взаимодействий, это так называемая система QTarget, которая предполагает, чтобы вы взаимодействовали со всем через клавишу Alt. Здесь же данная система не работает, и мы нажимаем по старинке букву Е. После чего включается анимация. Анимация неплохая, идет некая шкала снизу, кстати, введенная в цвет проекта, да. У проекта фиолетовые тона, и эта индикация тоже поддерживает эти тона. Ну, и, в общем-то, таким образом собираем апельсины. Что с ними делать на данный момент, я еще и не знал. Но сама система сбора мне понравилась, потому что здесь нету никакой капчи. И, в общем, все, что от вас требуется, это действительно подходить вот к неким корзинкам, нажимать букву Е взаимодействия, ну и дальше просто смотреть на анимацию, которая, в принципе, и неплохая. Вообще, в целом, оформлен данный скрипт неплохо. Неплохо, но не могу сказать, что что-то очень уникальное и интересное. Но, тем не менее, хотя бы без косяков. Без косяков и, в общем-то, с переводом. В отличие от тех рабочих занятий, которые я показывал до этого. Где не было ни перевода, ничего. Ну, и, конечно же, на таком рабочем занятии никакой туториал не нужен. Здесь, в отличие от торговца хот-догами, в отличие от того же, например, рабочего эвакуаторщика, где без туториала не разобраться. Здесь ничего нам не нужно. Все предельно просто и понятно. Единственное, осталось узнать, а куда же эти апельсины теперь девать. Здесь, на проекте, есть хреновая туча всевозможных торгашей. Вот, например, еще есть сбор тыквы, скупчик деревянной мебели, лесоповал, есть какой-то верстак, из-за чего я подозреваю, что придется из этих апельсинов с помощью покупки каких-то бутылок или пачек из чего-то делать, наверное, какой-то сок и этот сок потом продавать. Я думаю так, но, наверное, я об этом никогда и не узнаю. Также есть яблоки, также есть виноград, и все это, скорее всего, завязано на крафте. Вот еще есть и песок, к тому же. Но я нашел точку, которая называется просто скупчик. Просто скупчик. Может быть, может быть, этот просто скупчик и будет покупать у нас эти апельсины. Ну и как я и предполагал, все эти элементы сбора ресурсов сводятся, в конце концов, к крафту. Крафт, как я и показывал только что, выглядит вот таким вот образом. На карте находим шестереночку, там будет стоять вот такой вот верстачок. Не обращайте внимания, по пути сюда я спрыгнул и повредил себе ногу. А здесь стоит модификация на... Смешно он себя ведет. На болезненные ноги. Ваша нога чувствует себя болезненной. Написано у меня. Не удосужились перевести по-человечески. Видите, ваша правая нога чувствует себя безболезненной. Ну и далее вот. У меня есть апельсины, но для того, чтобы мне скрафтить апельсины, мне нужно собрать песок, я так понимаю, да? Из песка сделать стеклянные бутылки, ну и так далее. То есть нажимаем на апельсины и вот список того, что мне нужно, да? Апельсины нужно 17 штук, у меня всего 12. И стеклянные бутылки нужны, которые тоже, видимо, можно скрафтить самому. При моем первом заходе я такого не видел. Это было добавлено, видимо, позже. Ну, как это выглядит? Господи, сейчас я еще и откисну. Как это выглядит, вы теперь видите. Блин, зря я прыгал с высоты. Ну ладно, надеюсь, что пока буду ехать к следующей точке, нога моя заживет. Хотя я в этом не уверен. Но мы двигаемся дальше. А следующую точку, которую я посетил, как и говорил, скупщик, который, в общем-то, должен у нас что-то принять. Ну, а что принять, мы сейчас и посмотрим. Но первым делом обратите внимание, а где точка взаимодействия? Куда идти игроку? Ни NPC, ни какой-то маркер, ничего нету. Естественно, интерьер тоже не рабочий. И опять путем проб и ошибок начинаете тыркаться везде, везде. Ну и рано или поздно, вот здесь, а вот здесь, вы найдете торгаша, который, в свою очередь, принимает, как я и предполагал, апельсиновый сок, красное вино, белое вино. И все это, видимо, надо крафтить из, соответственно, из винограда, может быть, из яблок, может быть, из апельсинов. Вот это все надо крафтить и здесь продавать. Вот таким вот образом устроен здесь сбор ресурсов. Для чего нужны деревяшки? Я не смог разобраться. Есть изготовитель деревянных игрушек, есть продажа деревянных игрушек, наверное, собирать дерево, делать из них игрушки и продавать, соответственно, другому скупщику. Но для того, чтобы купить топор, надо, видимо, станцевать какой-то танец с бубном, потому что я съездил в магазин охотника, который расположен вот здесь вот. Да, и вы можете заметить, что на проекте есть охота, есть скупщик шкур, есть скупщик редких шкур, есть, по-моему, даже 3-4 точки добычи животных. Ну, не добычи, а охоты на животных. Но только для того, чтобы купить лицензию, вернее, чтобы купить оружие, нужна лицензия. А центра выдачи лицензий нету. Скорее всего, что за лицензией надо обращаться в полицию. Но так как на проекте никого нету, обращаться за лицензиями, естественно, тоже некуда. Больше здесь никаких лицензированных центров нету. Абсолютно нету. Ни мэрии я не нашел, ни какого-то лицензионного центра я не нашел. Зато я нашел Driving School, то есть школа обучения, да, вождению. Но как мы помним, вот здесь права покупаются за 50 долларов. Зачем автошкола? Наверное, объяснить я этого не смогу. Но автошкола есть. А центра выдачи лицензий я не нашел. Как я и сказал, скорее всего, это можно будет делать через полицию. Там выдают лицензию, и потом идете, покупаете нож для разделки тушек, оружие для стрельбы по животным. Ну, наверное, таким же образом и надо заниматься древесиной, которая находится вот здесь вот. Потому что топор мне тоже купить не удалось. Хотя в прошлый раз, когда я заходил, как раз-таки топором я и рубил. И это занятие мне не понравилось вот прямо крайне. И сама локация сделана по-дурацки. Ну, и само занятие на тот момент, когда я заходил первый раз, было выполнено очень-таки криво. Ну, и не найдя больше интересных занятий, так как остается только рыбалка, все остальное я вроде бы показал и рассказал, я решил попробовать дайвинг. Для этого надо ехать в магазин дайвинга, купить аквалангическое снаряжение, ну и потом отправиться вот на эту вот точку. Что мы будем там сейчас добывать, на самом деле я не знаю. Акваланг я делал прямо там у магазина, но вот как его снимать с помощью вот этого стандартного меню, я, если честно, не знаю. Но сейчас, после того, как мы искупаемся, я попробую его просто перетащить. Может быть так оно сработает, но вот кнопки отмены-то никакой нету. Да и меню, кстати говоря, несмотря на то, что оно стандартное и встречается на большинстве проектов, тоже не переведено. Ну ладно, пока не наступила ночь, давайте пробовать спускаться в воду. Как далеко нам плыть и зачем, пока никакого понимания нет. Я сейчас это пробую делать и, в общем-то, это я делаю первый раз. Подобные занятия я уже встречал, показывал и много о них говорил. В принципе, я всегда одобряю, потому что водные просторы на... Ох ты, вообще-то побежал-то он. Водные просторы в этой игре практически не задействованы. Очень редко мы увидим какую-нибудь рыбалку, там, ну или вот дайвинг. Есть дайвинг на подводной лодке, есть дайвинг с аквалангами, он встречается, не очень редкое занятие, но тем не менее, не самое популярное. Например, подводной рыбалки вообще не существует. Почему-то скрипторы обошли эту тему стороной. Так, давайте погружаться. Ага, и у нас включается таймер. Как только мы идем под воду, у нас включается таймер. Видимо, это каким-то образом символизирует нам кислород, наверное, так. О, что за звуки? Это был дельфин. Озвучка прикольная. Озвучка прикольная, ну и надо отдать должное разработчикам самой GTA-шки. Несмотря на то, что сейчас уже темнеет, рокстаровцы грамотно сделали игру, и в этой игре даже ночью все хорошо видно. Но вот только что нам тут делать, хоть убейте, не знаю. Наверное, собирать какие-нибудь какие-нибудь штучки. Нету никаких предположений у меня, я ничего не вижу. Видимых объектов никаких я не вижу. Что нам здесь делать? Блин, вот, вот я даже и не знаю. У меня появилась идея, наверное, всплыть и попробовать, может быть, днем, так сказать, в лучах солнечного цвета попробовать поплавать здесь. Пока я ни хрена не понимаю, что нам надо делать. Ничего нету. Никакого взаимодействия, ничего. Но дельфины орут как сумасшедшие. Может, нам надо дельфинов ловить? Дурацкое предположение, конечно, на самом деле. Но я не понимаю, что мне здесь делать. Как, в общем-то, и на большинстве рабочих занятий на этом проекте нету никакого понимания, нету ни туториалов, ни разъяснений, ничего нету. Что делать? Ну, не знаю. Не знаю. Вот что-то лежит. Нет. Нет. Нет, но дельфины же здесь не зря, потому что я первый раз встречаю, что вот так вот орали дельфины. Может быть, что-то с ними? Да это даже не дельфины, это касатка, блин. Может быть, что-то связано с ними? Но, честно скажу, не знаю, не знаю. Кстати говоря, здесь, на этом проекте, на этом сервере, зачем-то, опять-таки, не... я не могу это объяснить, зачем, но здесь в хлам урезана стамина, то есть она кончается моментально. Бежишь ты, вот видите, она уже кончилась. Я только начал плыть, и она уже кончилась. То же самое и с бегом. Долго вы не побегаете. Зачем это делается на проектах, я не смогу объяснить. Я всегда в этом говорю, что не надо никогда забывать. Это игра. И очень много игроку предстоит преодолевать большие расстояния пешком, по разным причинам. Нет смысла гонять игрока. Вот, ну, нету смысла. Но здесь урезано, все урезано. Нет, я так думаю, что-то все-таки связано с дельфинами, с этими, потому что, ну, первый раз вижу, чтобы вот так вот прямо дельфины кричали вокруг. Но только вот что? Я не знаю. Попробую-ка, наверное, вернуться сюда. Вон еще кто-то плавает. Подплывем. Это акула, нет? Как смешно издает звуки дельфин или касатка. Да, это, по-моему, вообще акула. Может быть, это, я только что сказал, что я не видел подводной охоты. Может быть, это охота на акул? Причем, смотрите, акула-то молод и не агрессирует на меня. Нет, я сдаюсь, я не знаю, что мне здесь надо делать. Как я и сказал, как на большинстве проектов, а это даже не проект, это сборка, сборка из, в основном, бесплатных скриптов. Так как это сборка и эти скрипты писали абсолютно разные люди, объединить их в один проект очень сложно. Для этого нужно владеть, ну, серьезными знаниями. А так, это и так и останется кучкой разрозненных скриптов. Нечто подобное я уже говорил, когда посещал проект Chillout, который и до сих пор существует, правда, не имеет ни одного человека в онлайне. Редкий случай, когда туда заходит один, два. И там та же самая проблема. Та же самая. Есть скрипты, есть интересные скрипты, но нету никакого описания. В лучшем случае скрипт переведен. Но что делать, когда ты начинаешь заниматься каким-то рабочим занятием, понимания абсолютно никакого нету. И об этом я рассказывал, когда, естественно, делал обзор на проект Chillout. Вот то же самое и здесь. Скриптов набрали, но мало того, что их не перевели, а я уверен, что никогда никакого туториала и не будет. Так вы и будете тыкаться носом в незнание, в непонимание. Но, к сожалению, это сборка, это не проект. Поэтому и ожидать от этого чего-то наверное не стоит. И все-таки наверное что-то связанное здесь с этими дельфинами. Другого объяснения у меня нету. Смотрите, какой огромный плавник. На самом деле выглядит здорово. Сейчас мы дождемся утра и поплаваем в лучах солнечного света. Ну и для вас пролетело мгновение. Я дождался все-таки утро. Дождался даже не то, что утро, а дня. Ну и пробуем теперь днем, что же у нас получится и что же и в чем вообще принцип этой работы, этого скрипта. Что хотели показать нам разработчики. Но вот только беда в том, что днем, что ночью ни хрена не понятно. Опять плавают дельфины, косатки, акулы. Звуков, кстати, уже не слышу. Но что здесь делать? Я не понимаю. Стандартный подход нырни и что-то найди здесь, по-моему, не работает. Ну и локация подобрана такая, что даже если здесь что-то и лежит, то хрен мы это когда-нибудь найдем. Здесь одни кораллы. Ну и нет, нет, кислород кончается. Кстати, что делать с кислородом я не знаю. Наверное, надо ехать покупать новое оборудование. Ну или может быть есть где-то заправочная станция, которую я кстати не видел. Ну а по самому рабочему занятию я не могу понять, что здесь надо делать. Нет, дельфины орут. И скорее всего что-то связано с ними. Вон он кстати падает вниз. Упал вниз касатка или кто-то упал вниз. Видели? нет. Вон она. Это не касатка, это акула по-моему. И она кстати говоря находится как раз таки в оранжевом кругу. да, это акула молот которая кстати не агрессирует. Видите, я ее толкаю и никакой агрессии нету. Ну и никакого взаимодействия вообще ничего нету. Может быть через альт попробовать? Нет, через альт тоже никак. Ударить ее? Не бьет он ее? На тебе. На. нет, наверное все-таки не с акулами. И эта акула вообще забаговалась. И я вышел еще к тому же из радиуса. Надо вернуться обратно. Не знаю друзья мои не знаю как я и сказал в самом начале ролика несмотря на то что проект открылся два месяца назад уже больше чем два месяца назад я на него зашел и сказал автору что проект очень сырой ни хрена непонятно на что получил ответ что нужны игроки чтобы проект процветал и развивался я с этим в корне не согласен нужен разработчик нужен администратор нужен грамотный человек который сделает так чтобы игрок зашел и не думал а что же ему надо делать как вот например в этом случае я зашел я взял акваланг я поплыл но я понятия не имею что мне надо делать и сейчас у меня кончится кислород осталось всего одна единица опа 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 я начинаю откисать вот и дельфин и я откис я откис ну и как это положено в игре гта анимации помирания под водой нету как они раскричались а как они раскричались нет нет друзья мои я не знаю что здесь надо делать да и наверное больше голову ломать не буду проект сырой какой был такой и есть ничего разработчик по моему не делает хотя это конечно слишком прямолинейное заявление с моей стороны потому что с момента когда я заходил первый раз изменения все таки есть изменения есть но они настолько незначительные что сервер так и остался в общем-то в том самом сыром виде и я надеюсь что это я смог сегодня показать да конечно же я не смог охватить прямо весь проект а здесь есть еще и рыбалка та же самая сбор ресурсов всевозможные я показал только начальный есть какая-то система лицензирования которая тоже не смог разобраться хотя могу ошибаться но по-моему при первом моем заходе здесь была мэрия и в мэрии была выдача лицензий куда это сейчас делось я не знаю ну в целом вот такой вот у меня получился обзорчик обзорчик в прямом эфире так сказать не с постозвучкой а я прямо так же ходил изучал и тут же говорил свое мнение по этому проекту проекта метист уже больше двух месяцев он в онлайне в онлайне под названием открытое бета-тестирование что тестируется я не знаю сколько косяков было столько и есть ну и в целом наверное будем заканчивать проект метист друзья мои находится на платформе 5м кому интересно кто хочет посмотреть кому понравился обзор или хочется пощупать все своими руками и своими глазами заходите играйте получайте удовольствие у меня же на этом все всего вам доброго до сих пор до сих пор Kritю бета-тестированный трудно посвященно . Субтитры сделал DimaTorzok